Военнослужащие 4-го гаубичного дивизиона 55-й артиллерийской бригады получили бронежилеты и необходимое электронное оборудование. Сейчас бойцы проходят курс обучения, а затем отправятся в зону проведения антитеррористической операции. Обеспечен ли дивизион всем необходимым, выяснила Наталья Зайченко. В 4-м гаубичном дивизионе 55-й артиллерийской бригады военнослужащие не только из Запорожской, но также Кировоградской и Херсонской областей. Здесь есть как мобилизованные, так и добровольцы. Сейчас они на учениях на полигоне Близнецы и готовятся к отправке на восток Украины. Главный вопрос, который беспокоит как самих военнослужащих, так и их родных – наличие защитного снаряжения. Командиры говорят, в зону АТО подразделение отправится, укомплектованное всем необходимым. Помощь в этом оказал депутат Верховной Рады 7-го созыва Евгений Карташов. Бойцы получили бронежилеты запорожского производства. Они надежные и удобные, говорят военные. Ну хорошо прилегают плотно, хорошо крепление держат, в принципе. Ну а проверить уже, проверить, тогда уже самые пластины чуть попозже, уже в бою или на полигоне проверим. Бренджет хороший. То есть пластины, все, степень защиты соответствует тому, что нам полагается в бою и во всем. То есть проезжает хороший. Я настроен, в принципе, позитивно. Я пришел защищать Родину, если честно. Кроме этого, народный депутат помог с закупкой электронно-вычислительной техники. Эти устройства помогают сократить время расчета в навозчика с трех минут до пяти секунд. Планшет предназначен для определения местоположения батареи, координаты огневой позиции определяются, определяются метеопоправки, определяются данные по целям. И на планшет выдается сразу команда, командиру батареи, старшую цару батареи, которым передает на орудие. И командиры орудия эти установки наводят на орудие, на цель. Вот весь смысл планшета. Эта вещь нужна и очень сильно сокращает время на подготовку данных. Обеспечение военнослужащих всем необходимым на сегодня главная задача, отмечает Евгений Карташов. Но еще важнее, и этим сегодня должны заниматься все, без исключения политики, договориться и обеспечить мир в Украине. Сегодня все должны быть заряжены. Любая просьба от военных должна обязательно выполняться. И мы это должны делать. А моя задача, как депутата на сегодняшний день, донести до всех, что люди сегодня настроены на то, чтобы как можно быстрее закончились вот эти вот боевые действия, и мирная программа наконец получила свое разрешение. Человеческая жизнь – это самое ценное, что есть. Мир должен быть обеспечен. Спасибо.